Здравствуйте! Поздравляю всех православных христиан с вербным воскресением. Осталась всего одна неделя до светлого праздника Пасхи – Страстная Седмица. Как себя вести в эти дни, расскажет руководитель информационного отдела Симбирской епархии и романах Филарет. Сегодня большой праздник у всех христиан. Мы заканчиваем Великий Пост и вступаем в знаменательный день вербного воскресения или вход Господня в Иерусалим. Сегодняшний праздник увлекает нас к евангельской истории, когда наш Спаситель, Господь Иисус Христос, перед страшными своими страданиями входил в город Иерусалим. Его встречали восторженные толпы людей и постелали ветви пальмы под ноги Ему. Это была такая традиция, это означало, что они ценят его как предводителя, как царя. Мы восприняли эту традицию, но в связи с отсутствием пальм мы приходим в храм с ветвями вербы. И вот самое важное, что хотелось бы пожелать всем нашим прихожанам, чтобы в ветве вербы не застилали смысл праздника. Почему мы из года в год одни и те же праздники празднуем? Вербное воскресение или какие-то другие церковные события. Для того, чтобы пережить их вновь и вновь, для того, чтобы стать соучастниками этого события. Мы как бы становимся вместе с этими людьми, встречающими Иисуса Христа. Мы тоже стоим с этими ветвями вербы, чтобы встретить Его. Но как Его можно встретить? Только в своем сердце. Для этого нужно Его очистить. То, чем мы занимаемся Великим Постом, мы очищаем свое сердце, чтобы в нем увидеть Бога. Мы очищаем свое сердце добрыми делами, постом, молитвой. Мы приступаем к Таинству Исповеди, затем к Таинству Святого Причащения. Вот это и есть наша встреча, к которой каждый должен стремиться. Поэтому в этот день самое важное – это не освещение веток вербы, как очень многие думают. Самое важное – это общение с Богом. И если твоя вера не приводит к этому общению, значит, у тебя есть большие проблемы. Если твоя вера останавливается исключительно на внешних этих проявлениях, значит, нужно что-то менять в своей жизни. Поэтому всем нашим зрителям я желаю, чтобы они видели самое важное, самое центральное в своей жизни, самую большую ценность – это, конечно же, своего спасителя. И этот праздник, он завершает Великий Пост на самом деле, но открывает нам Страстную Седмицу, то есть последнюю неделю, которая является также строгой, также является постной, но которая подводит нас всех к празднику Святой Пасхи. Эту неделю принято проводить особенно в молитве. Если есть возможность, то нужно как можно чаще приходить в наши храмы. Это особенное богослужение. К сожалению, из-за работы не каждый может приходить, я все это понимаю, но есть возможность молиться дома. Есть возможность прийти после работы. Богослужения достаточно длинные, поэтому каждый сможет прийти и стать участником их. И в субботу утром мы совершаем Великую Субботнюю Литургию, и потом затихает. Весь мир затихает в ожидании Пасхи. Вот уже ночью все мы собираемся в храме для того, чтобы единым устой, единым сердцем, как говорит церковное предание, прославить воскресшего Господа. Поэтому всех приглашаю в наши храмы молиться в Страстную Седмицу для того, чтобы в чистоте сердца встретить и Светлый Христов Воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok